Привет, меня зовут Сергей и в этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такой замечательный яркий браслет с цветочками. Этот браслет, несмотря на вроде кажущуюся сложность, плетется очень просто и поэтому любой, даже начинающий, легко с ним справится. Итак, поехали! Работу над нашим браслетом мы с вами начнем с создания вот таких заготовок в виде цветков. Их нам нужно сделать 7 или 8 штук, в зависимости от размера вашего запястья. Если оно поменьше, то 7 сделайте, если побольше, то сделайте 8. Для плетения каждого такого цветка нам понадобится 4 фиолетовых резинки, 2 желтых резинки и 1 красная резинка. Вы можете использовать те цвета, которые вам нравятся и которые вы хотите в этом браслете иметь. И также нам понадобится станок. Один ряд станка снимите, нам всего лишь понадобится 2 ряда, а точнее 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. Давайте начнем. Берем одну фиолетовую резинку и накидываем с первого на второй столбик ближнего к нам ряда. При этом резинку поворачиваем восьмеркой и по центру у нас получается перекрестие. Берем еще одну резинку и накидываем с первого столбика одного ряда на первый столбик другого ряда. И при накидывании тоже поворачиваем эту резинку восьмеркой. Здесь тоже получается перекрестие. Берем еще одну резинку, накидываем с первого на второй столбик дальнего ряда и, наконец, этот квадрат мы с вами замыкаем последней четвертой резинкой, накидывая ее со второго столбика одного ряда на второй столбик другого ряда. Опускаем фиолетовые резинки немножко вниз и теперь берем в руки желтую резинку, накидываем ее сразу на все четыре столбика одновременно, натягивая и она у нас квадратиком получается накинута. Опускаем немножко ниже, берем красную резинку и ее тоже накидываем сразу на все четыре столбика одновременно. Берем крючок и приступим к плетению. Нам нужно на каждом из столбиков захватить пару нижних фиолетовых резинок и с внешней стороны скинуть внутрь на одном столбике, точно так же поступаем на другом столбике, пару фиолетовых захватываем и с внешней стороны скидываем их внутрь. Здесь тоже захватываем нижнюю пару фиолетовых, натягиваем и скидываем внутрь. На дальнем столбике точно так же захватываем пару фиолетовых и с внешней стороны скидываем их внутрь нашего квадрата. Опускаем все резинки вниз и берем последнюю резинку для этой заготовки, желтую, накидываем ее на все четыре столбика. Теперь вновь возвращаемся к крючку и в этот раз нам нужно с каждого столбика снять нижнюю пару красная-желтая резинка. Натягиваем, здесь с внешней стороны скидываем внутрь, здесь натягиваем тоже с внешней стороны скидываем внутрь, на этом столбике натягиваем, скидываем внутрь и наконец на дальнем столбике тоже натягиваем и скидываем внутрь. Теперь эту заготовку мы с вами готовы снять со станка и делаем это следующим образом. Заводим крючок внутрь любого из столбиков, придерживаем пальцем резинку и снимаем ее с этого столбика. Заводим крючок внутрь следующего столбика, подцепляя другую резинку, придерживаем ее пальцем и снимаем со столбика со второго. Далее в третий столбик заводим, придерживаем пальцем, снимаем с него и наконец в последний столбик заводим крючок, захватываем последнюю резинку и весь цветок снимаем со станка. Вот такая заготовка у нас получилась. Чтобы она была больше похожа на цветок, нам нужно расправить лепестки, просто потянув их в сторону. И у нас получается 4 лепестка и каждый из лепестков состоит из пары фиолетовых резинок. Теперь возьмем одну резинку салатового цвета, накинем ее на кончик крючка и эту салатовую резинку нам нужно протянуть сквозь все петельки, которые сейчас находятся на крючке. Через 4 желтых петельки. Для этого крючок я располагаю открытой стороной вниз, натягиваю салатовую резинку пальцем и также крючком натягиваю все желтые резиночки и вывожу сквозь них резинку салатового цвета. Располагаем желтые петельки примерно посередине салатовой и аккуратно снимаем с пальца и аккуратно снимаем также с крючка. Готово. Ничего у нас не распускается, все прекрасно держится. И теперь эту заготовку откладываем в сторону. Поставьте это видео на паузу, если вы запомнили, как делать такую заготовку. Если не запомнили, то отмотайте немножечко назад и сделайте таких 7 или 8 заготовочек. Я их уже сделал чуть раньше, когда готовился к уроку и поэтому уже готов показать вам, как эти заготовки соединять в единый браслет. Для соединения нам понадобятся резинки салатового цвета. Это будет основной цвет браслета. Накидываем первую салатовую резинку на первый и второй столбик рядов. При накидывании поворачиваем эту резинку восьмеркой. Накинули, опускаем вниз, берем еще одну салатовую и накидываем сверху. Но в этот раз восьмеркой не нужно поворачивать, а просто обычным способом накидываем. Берем крючок и снимаем с внешней стороны внутрь на левой стороне и здесь, с правой стороны, тоже с внешней стороны, скидываем внутрь нижнюю резинку. Опускаем конструкцию вниз. Получилось у нас две салатовых резинки. После двух салатовых берем заготовку нашего цветка. Мы видим с одной стороны петелька и с другой стороны салатовая петелька. Это петельки одной резинки. Нам нужно захватить одну петельку и накинуть ее на правый столбик, а другую петельку накинуть на левый столбик. И как мы делали немножко ранее, теперь точно так же делаем. Нижнюю зеленую резинку с одного столбика скидываем с внешней стороны внутрь и на другом столбике с внешней стороны внутрь скидываем самую нижнюю петельку. Мы с вами накинули цветок, теперь должны накинуть две салатовых резинки и так и будем плести. Цветок две салатовых, цветок две салатовых, цветок две салатовых и так далее. Но салатовые мы будем накидывать не сразу по две, а последовательно. То есть накинули сначала одну, потом сняли нижнюю с одного столбика, сняли нижнюю с другого столбика, накинули вторую, сняли нижнюю с одного столбика, сняли нижнюю со второго столбика, две накинули. И теперь вновь берем заготовочку цветка, с одной стороны петельку и с другой стороны петельку, накидываем одну справа, а другую петельку слева. И опять снимаем с каждого столбика, с правого нижнюю снимаем и с левого снимаем нижнюю. Теперь нам нужно накинуть опять две салатовых последовательно. Накидываем одну, снимаем раз, снимаем два, накидываем вторую, снимаем раз, снимаем два и теперь накидываем опять цветок. Берем две петельки, одну накидываем направо, другую накидываем налево и опять снимаем самую нижнюю резинку, раз и здесь тоже, раз. Берем салатовую, накидываем, это у нас первая салатовая будет после цветка, раз, два и вторую салатовую накидываем. Тоже снимаем, раз, два. Теперь опять накинем цветок и смотрите, у нас уже браслет понемножку начал формироваться, основа идет зеленая и на основе этой расположены фиолетовые цветки. Таким образом сплетите браслет из семи или восьми цветков и сейчас мы посмотрим, как его завершать. Вот нужная длина браслета у меня набрана, здесь всего получилось один, два, три, четыре, пять, шесть, семь цветков и теперь давайте посмотрим, как же его завершить. А завершается он очень просто, сейчас у меня последним был накинут цветок, теперь как обычно накинем две салатовых. Одну снимаем снизу, раз, два и вторую накидываем и снимаем тоже, раз, два. У нас теперь на каждом столбике по одной резинке и нам нужно с одного столбика перекинуть резиночку на другой столбик. Затем захватить эту пару на правом столбике, которая находится, натянуть и накинуть на соседний столбик. Это мы сделали для того, чтобы нам было удобнее накидывать застежку. Я буду использовать салатового цвета и застегиваю ее на двух резинках, которые у меня находятся в натяжении и поэтому проблемы с накидыванием у меня нет. Снимаю со станка, вот у нас закреплено с одной стороны, а на другой стороне нашего браслета, давайте посмотрим, здесь тоже есть пара резинок, вот она. Это та резинка, которую мы с вами в самом начале накидывали и восьмеркой закручивали. Чтобы было удобнее накинуть застежку, мы с вами эту резинку тоже накинем на два соседних столбика, раз, два. Вернемся к началу нашего браслета, возьмем застежку и застегнем здесь. Готово, снимаем со станка и все. Браслет у нас готов, видите, он очень быстро и просто плетется и получается очень красивый. Я надеюсь, что этот урок вам понравился и вы сделаете и себе такой же браслет, любых других цветов, тех, которые вам нравятся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши впечатления об уроке и подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok